наш эфир продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте леон ну что начнем наверное с руд гинсбург покинувший этот мир и все что последовало за этим просто немножко гибрид настраивается поэтому прерывается чуть-чуть но проблем а дело в том что у истории как бы есть предыстория а один называют руд гинсбург великим человеком она сделала огромную таскать рывок когда когда не просто стала второй женщины в верховном суде но она была самой заметной как бы самым заметным человеком у нее были убеждения она за эти убеждения боролась при этом она не была оголтелой там скажем как сегодня да ах ты там демократ или там автор республиканец этого разговаривать не буду то есть я просто лучшим другом был сапса самый консервативный значит судья в этом самого в верховном суде там и тому подобное то есть а она как бы была не догматик другие люди говорят что делала ужасные вещи страшные там типа заявляла я сам не слышал я просто читаю всякую переписку что могут искать это даже хорошо для детей там если там с ними спят взрослые там какие-то еще какие-то вещи говорила не знаю не хочу перечитать все в общем она такая фигура которая никого не оставляет а равнодушным но значит вот к концу жизни она проделала одну вещь которую за которую невероятно полюбили республиканцы невероятно возненавидели демократы сейчас вы решите наверное что я сказал что-то неправильно не тот а я наоборот сказал не наоборот дело в том что во время когда обама был президентом а ей было уже за 80 к ней несколько раз обращались в том числе и сама баланс и говорили что руб искать если выберут не демократа оружие в том возрасте может быть имеет смысл вам уйти сейчас пока значит вот вы уходите мы представляем нового либерала и вот в верховном суде будет искать человек который руц сказала нет ей нужно было до конца жизни вот сколько она могла цепляться до у нее к тому времени было уже три раза был разного рода рак когда умерла уже четыре раза с химиями с черти чем все же она засыпала во время заседаний вырубалась там дома не сообразила но она не уходила вот так правило нет такого правила и такого закона что значит человек в верховном суде если он не сумасшедший она не была сумасшедшей значит если он не мертвая она не была мертвая значит не хочет не уходит и все и что финале произошло демократы просто с ума сходили боялись как бы она не умерла во время трампа она таки умерла во время трампа что дало возможность трампу представить третьего не пред беспрецедентная совершенно возможность третьего судью во время сказать четырех лет что называется правление одного и того же президента представить в верховный суд а трамп опубликовал список потом добавил еще один то есть у него есть длинный список там 30 по более 35 имен людей как из которых он собирается выбирать не только значит судьи в верховный суд но также не судим и всякие апелляционные суды там верховные студии туда-сюда потому что президент представляет а сена должен утверждать и он говорит вот из этого пожалуйста можете критиковать кого угодно можете говорить находить искать все что хотите я я соглашусь с вами я сниму этого человека но вот из этой группы людей я буду выбирать а значит прецедентом вот и в данный момент он будет выбирать президента в верховный суд теперь четыре года тому назад когда перед за 9 месяцев до ухода обама у него предоставилась возможность после смерти одного из членов а а а а а в это время республиканцы были во главе сената сенат утверждает и а сенаты встались в сенат республиканцы встались в сенате стеной говоря что это вообще последний год президентство какое право он имеет надо дождаться выбора народа там и того подобное а демократы естественно кричали это не записано нигде в конституции сама рут гинзбург выступила на каком-то интервью помна себе с на фейс донейшн и на вопрос что она думает по поводу представления имеет ли право вот обама президент представить что называется за несколько месяцев до перевыборов своего представителя сказала у нас выбирают президентов до 4 года не на 3 поэтому до самого своего ухода до последнего дня президент имеет право делать то что написано в конституции он должен делать сейчас поменялась ситуация наоборот республиканцы хотят просунуть за два месяца до перевыборов своего представителя и представительницу своего сутью демократы не хотят этого поэтому демократы кричат что это незаконно они не имеют право а республиканцы говорят раз президент имеет право выводим это делать из первого противоположное но сегодня утром республиканцы выпустили очень интересные инфомерши лари это называют они в записи рут гинзбург который объясняет все америки что у нас президенты избирают на четыре года и что до 20 января президент трамп то они гриста трамп она имела ввиду президент обама президент до 20 января пока и вот не передник незаменили он имеет право хотя бы за час даже до своего ухода представлять того человека которого хочет чтобы значит обсуждали и приняли верховный совет а иными словами и та и другая сторона играет в политические игры когда нужно они все кричат что значит нельзя когда нужно они кричат можно и того подобное но так как мы с вами большинство той аудитории которую я знаю у нас сережа с тобой имеется хотят чтобы пришел не судья который будет интерпретировать конституцию так как ему в данный момент захочется или а будет просто выдумывать новые законы потому что их невозможно принять на основании конституции называется активист судья активист чтобы в верховном суде были люди которые смотрели в конституцию и говорили вот в конституции написано вот так поэтому чтобы вам не говорили как бы подпрыгивали как бы не свистели там или не сопели ничего сделать с этим нельзя если хотите менять конституцию собирается снова все 50 штатов три четверти штатов голосуют за изменения окей будем но пока что вот конституция и вот таких судей мы хотим и такого судью хочет сейчас предоставить чип трамп я так понимаю что у него два финалиста верно я сказал две финалистки уже изначально сказал что он бы хотел значит у него было несколько даток что когда был горсич значит кавано было значит одна или две женщины и он сказал что он вот так сказать на тот случай когда в конце умрет уже уйдет от нас значит или или просто уйдет из суда гинсбург он представить женщину чтобы это сказать как бы было честно да а а пока у нас горсича и каванова вот есть дома да а сейчас появилась еще одна у каждой есть свои огромные плюсы и свои огромные маленькие минусы скажем так политически я не виду политические плюсы и и и и плюсы с точки зрения легкости скайте или нелегкости проведения через сенаты кандидатуру и прочее вот значит сегодня у нас пятница в субботу если ничего не изменится трамп анонсирует через твиттер вот сюда это делает кого в финале привел я не буду сейчас называть имен и прочее сами посмотрите но одна женщина очень усилит позиции трампа с evangelicals то есть с христианами а другая очень усилит позиции трампа с кубинцами она дочь сбежавших на лодке кубинцев а как вы понимаете она не любит значит кастро и режимы такого типа а кроме того она с точки зрения таскать опросов там понимание ситуации достаточно усилить позиции трампа а кубинцы это флорида много-много во флориде кубинцев поэтому это большой мощный отряд а кроме того латино значит которым конечно любят когда одного из нас там туда-сюда а так получалось что только вот демократическая партия назначает одного из нас а республиканцы был нос задрали кверху хотя все это враги пол и значит назначают только белых только один раз посмотрите на нас у твоего речь это не так ну и важно важно другое что есть люди ощущения и что хорошо таскать для вот голосов латино было бы назначить как странно что верховный суд который должен просто интерпретировать и сравнивать дела с конституцией до иски так называемой из конституции вносить решение конституционное как этот верховный суд членство верховном суде выборы верховный суд могут повлиять на выбор людей в ряд когда они приходят к урне голосовать за президента вот такая вот интересная история мне кажется что всем интересно знать вот такую забавную подноготную а как бы ну подумаешь назначают одного из девяти там человек который в черных этих самых костюмах будут там чего-то решать а еще последний интересный завиток это как мы все думаем демократы будут устраивать всякие ну скажем провокации так по-советски провокации то есть голосование по почте там нахождение новых бюллетеней отмена тех бюллетеней идти искать им какие-то закрытия каких-то пунктов чтобы люди сложнее так сказать именно пунктов тех местах которых демократы хотят чтобы люди не ходили голосовать и тому подобное возникнет огромное количество судов одно количество исков и финале как это было уже с гором и бушом значит во флориде то по один штата здесь будет 8 10 12 20 не знаю сколько штатов значит дело в финале окажется верховном суде и поэтому вот поэтому демократы и возненавидели рут гинсбург потому что они вдруг поняли что она дитянула до состояния при котором как минимум один голос ушел то есть стало теперь 44 правных 3 левых и один колеблющийся а если удастся сейчас трампу до выборов а или до скажем 31 декабря провести с вот этого нового судью своего то получится 5 против 3 1 колеблющийся так что а господа это будет драка не на живот а насмерть как говорили когда-то на дорогах разбойники на дорогах россии россии интересно на протяжении всего двадцатого года демократы прилагая колоссальные усилия для того чтобы выбора сорвать нормально во всяком случае нормальные выборы сорвать то есть придумывают все что угодно чтобы образовался хаос и чтобы результаты не были просчитаны и объявлены в срок как положено как предписано законом они для этого сделали все возможное и невозможное сейчас когда все понимают и трамп по моему об этом открыто сказал что ну возможно что решение будет принимать верховный суд по поводу и в это время они начинают на средства массовой информации в частности мэтка у я имею ввиду рейчел вот трамп так сказать назначает судью и заявляет о том что но якобы всю вину за то что происходит с выборами они пытаются переложить на плечи трампа трамп честно сказал что скорее всего решение будет принимать верховный суд но это происходит потому что демократы сделали все чтобы сорвать нормальный ход выборов и я думаю что большинство населения это понимает в отличие от оголтелых либералов которые так сказать но мэтр вот проголосует за мертвого байдена в гробу или за шарика тузика собачку лишь бы не за трампа окей давайте мы попробуем принять звонок добрый день здравствуйте уважаемый ли он сейчас мы как бы обсуждаем такую страшную возможность если обе палаты захватят левые то они обязательно увеличат состав суда верховного до 15 человек и впихнут туда конечно своих левых но у меня тоже время вопрос может ли тогда сам верховный суд остановить это решение объявил его как бы незаконными конституционным я понимаю что в конституции нету лимита судебных представители но может быть как бы по духу конституции они могут это определить к огромному сожалению нет по той причине что число 9 она не всегда было 9 было больше было меньше 9 это как бы методом такого отбора пришли что это достаточно хорошая достаточно удобное количество не это не могут 15 запекать двадцать тридцать пятьдесят сколько угодно если им даже не нужно для этого иметь конгресс им просто нужно иметь а сенат они собираются сделать одну страшную совершенно вещь они собираются в сенате если они захватят сенат проголосовать за то что и больше не нужно ни по какому поводу абсолютное большинство то есть там сколько-то отменить правила филибастера две трети а что достаточно решать все простым большинством и дальше они будут то есть это это такой уход от республики в то что называется демократия республика тогда когда у меньшинства здесь возможно защищаться а демократия это когда два волка и одна коза решают большинством голосов кого съесть наружу а поэтому то что демократы собираются проделывать это узурбация власти с помощью однопартийной системы это я сейчас не выдумываю я просто говорю то что они говорят после чего не могут хоть на 100 человек сделать тот самый верховный суд засуну туда 96 там 95 человек они уже говорят что они проведут что будет максимум 18 лет почему 18 потому что значит разрешат судьям быть не всю жизнь там ну это хорошо потому что и там таскать буду ходить не сумасшедшие или старые а смысл следующем как почему 18 лет выбрана потому что тот же трое консервативных судей сразу же вылетают на следующий год из верховного суда и у демократов получают получается возможность вместо них засовывать кого-то другого то есть идет попытка от ненависти от бессилия переделать полностью ту республиканская демократическую систему которые есть создана отцами основателями соединенных штатах америке и переделать это в то что называется народной демократии которая всегда ведет к тирании гулагом к расстрелам к толпам к погромам я лишь добавлю что чтобы реализовать свой план вот такого переворота такой такой мирной революции когда вот большевики те путем военного переворота пришли к власти нынешние большевики хотят прийти к власти путем мирного переворота они намерены так сказать наделить полномочиями штатов вашингтон деси и разбить калифорнии на три штата южный и северный джефферсон они наверное привести в 51 штат это будет будет два дополнительных штатов калифорнии один дополнительный штат и сектор коллабии один дополнительный поэрто-рико шоссера уже даст им 8 синаторов демократов и на этом закончится полностью все опять так сказать вот все это вместе и даст вот эту самую однопартийную систему полностью разрушит баланс переделает нашу страну и кто-то думает медленно я считаю что невероятно быстро страна превратится в то что чем мечтали большевики когда выстрелены в стены за стенами живут хозяева жизни у них происходит у них там свои березки свои столовки свои кремлевские больницы а мы все живем по неким правилам которые нам придумали и как справедливо заметил ли он это не то что он говорит или я говорит то что говорят сами демократы наделенные властью это об этом говорит шумер который является лидером меньшинства в сенате они этого не скрывают они об этом открыто говорят это то с чем мы столкнуться в том случае если так называемые независимые так называемые новотрамперы или просто люди которые не оторвут свою пятую точку от дивана и не пойдут не проголосует это то с чем мы столкнемся это наша будущая реальность однопартийная система особенно это касается меня волнует вот выходцы из бывшего советского союза не нажились еще при однопартийной системе еще раз хотите попробовать или вы думаете что у этих будет что-то по-другому ну да как они говорят мы умнее мы вот то что было там это плохо а вот мы сделаем хорошо нет другие вы другие те плохие были все 34 раза что пытались построить вот такое вот общество они все были идиоты а у нас получится потому что вы другие у нас есть интернет давайте мы попробуем еще звонок принять добрый день здравствуйте сергей здравствуйте ли он меня зовут евгений скажи-ка пожалуйста вот может быть вы размейте мое такое смятение как относитесь к деятельности меча маконнелла вот как вы сказали правильно в самом начале передачи то так республиканцы то совершенно противоположную позицию занимает первую очередь их лидер в финансе а во-вторых если позволите второй такой вопрос не согласитесь тем мнением что вот это отношение к трампу она скорее имеет не политическую такую враждебность а скорее психологическую такую чисто человеческую эмоциональную спасибо большое а сережа если второй вопрос я более не менее разобрал то извиняюсь бога ради но у меня фонил голос евгения я первый не понял я отвлекся на секунду не ну хорошо тогда я отвечу на второй а евгений может позвонить еще один раз и еще расскажет хорошо значит насчет извиняюсь евгений но просто сказать я надеюсь на то что у сергея не фонил а у меня просто фонил телефон почему-то значит враждебность к трампу имеет абсолютно не фактологическую основу потому что если серьезно разобраться в том что делал там то выстроится мечта демократической партии за последние 30 лет они очень хотели чтобы как можно больше женщин стали владельцами бизнеса в букву рекордное количество женщин стали рубить для бизнеса я сейчас имею ввиду только вид до до этого свалилась беда называется война там эпидемия там и прочее а у черных безработицы практически нет 5 миллионов человек снято с фудстэмпов в то время как во время обама эти самые 5 или 8 миллионов человек сели на фудстэмп а их сняли с фудстэмпом не потому что там плохой пошли больше не нужно было огромное количество производств вернулось обратно из других стран и у нас стало много высокооплачиваемых работ и реальная реальная почасовая зарплата выросла сейчас не помню насколько помню четыре там с половиной процента но если говорить о средней зарплате семьи из четырех человек то она выросла на 4000 в год то есть опять это то о чем мечтали называется большевики но из-за того что это делается не ими а вопреки не теми способами которыми они говорят отобрать поделить а способами наоборот таскать честно идти на работу и конкурировать и производить лучшие товары и т.д. и т.п. их доводит до бешенства то что то что они хотели оказывается можно добиться и добивает прямо противоположными способами темы которыми они говорили это одно а второе это значит очень повязанные мафиозно повязанные с демократической партии средства массовой информации невероятно перепуганы что что-то такое чего они делали логали обманывали подтасовывали и тому подобное подворовывали с покрывали может скрыться вот четыре года они умудрились не дать правоохранительным органам заниматься серьезными расследованиями их проблем потому что ну устроили некую таскать на весь мир обман сначала с россией и потом с украины не буду повторять что именно правильно все знают а импичмент шимпичментом исследовали расследовали то есть у нас просто жизни не было каждый день были новости о том что точно совершенно получили сведения о том что трамп придурочен то они понимают что трамп которого не надо идти на перевыборы и который не очень и очень боится особенно если первые два года у него будет конгресс или сенат свои может устроить такое о чем искать у них по ночам непроизвольная мочи испускания происходит тоже они понимают что они борются не только теперь за кусок хлеба не будет свеча за свою жизнь жить прекрасно таскать с рядом со своим бассейном да в тени чинары или сидеть в тюрьме с решеткой и это очень не хочется поэтому чтобы трамп не делал возникает вот это вот кошмарная враждебность вот а теперь если евгений вернулся обратно к нам то я с удовольствием услышу первый вопрос давайте попробуем тут есть звонок добрый день здравствуйте я хотела позадать чисто один чисто философский вопрос считаете ли вы что действительно бог есть и он на нашей стороне а второй вопрос если серьезном если какие-то планы у трампа можете что-то пропустила по отношению к нашим медиа то есть наши медиа уже такие левацкие что это просто кошмар какой-то собирается ли трамп как-то что-то делать в этом отношении хорошо спасибо за вопрос два вопроса да значит так как посредине было был задан первый вопрос а потом был искать но если серьезно то если я не знаю тебе отвечать на первый вопрос или нет я его отвечу даже не серьезно значит считаю ли я что бог есть или его нет а я считаю что бог есть а теперь я не уверен что то что я называю богом вы тоже называете богом вот у меня мой внук там которому там 22 года он сказал вот то что написано в торе это и есть вот абсолютная правда еще не было ни одного случая чтобы кто-то нашел какую-либо ошибку историческую какую еще угодно в торе я верю вот в этом углу я верю что так и но и было как таскать здесь написано я не знаю таскать уверен ли он что создавался мир за семь дней что такое день это не уверен но все остальное вот 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 бог да я в такого бога не верю я просто считаю что из инфузории туфельки очень сложно чтобы получилось идит пьяв ну вот сложно мне поверить в это наоборот запросто и затем пьяв обратно амема а вот так почему-то там усложнялась усложнял усложнялся стала петь этим гениальным голосом чтобы на слезы на глазах выступали чтобы у нас эмоции вообще какие-то возникали вообще как могу абстрактное мышление само по себе создаст из откуда из чего значит поэтому вот с точки зрения того как мы были созданы и как мир возник я думаю что что-то такое было я не собираюсь ходить там куда-то и поклоняться я дохожу все на богу я хожу потому что это либо праздник и выделить поведение потому что то еще поэтому и я считаю что я там не ем свинину не ем мясное с молочным но это не означает что я верю в того бога который прочь так что это попробовал ответить на этот на первый вопрос насчет второго вопроса вы понимаете у нас независимая пресса а не дело президента я даже называют четвертой волной ветви власти настолько она сильно там и прочее да это это не дело президента их судить их менять и прочее если он не дай бог насчет то делать я буду первый который пойдет на улице с плакатами не трогай пресс несмотря на то что я абсолютно против того что пресса делает значит как как это поиск как произойдет изменение прессы я думаю технологически она просто произойдет технологически а не ничего вот когда будет ни один фейсбук а 34 фейсбука когда мы можем не только в школу водить нашего ребенка который мы приписано к краю хотя эта школа ужасно это педофил учитель которым не выгоняют тоже при союзной дает твоя ситуация просто рассказываю ситуацию правдивую с младшей дочерью мы не могли ничего сделать нам нужно скрыть деревна с то время не было платить за частную школу а забирать ребенка вообще школы нельзя меня арестовали бы за это значит так и ходила научиться у педофила пока вы через два года не посадили потому что не того изнасиловал кого-то а когда вот все это будет происходить когда будет конкуренция то она все само убьется чувствуете поделаешь надо ждать этого вы думаете что телефонные счета полетели вниз потому что раздолбали идти ничего подобного вы платите мало потому что появилось четыре с половиной компании которые начали конкурировать за ваши считай они начали конкурировать представляю все лучше и лучше и лучшую связь то самый-самый-самый низкой цели и теперь я не плачу я переехал из израиля восемь четвертом году в сша а я платил по моему доллар за минуту то есть я звонил быстро 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 что-то говорю чтобы не больше чем три минуты бросал трубку а теперь я могу говорить за эти за за три доллара в жизни не платил денег уже 10 лет я не знаю платил там за что-то за какой-то базовый там сервис да который там на год мне стоит там на все и и и вот с вами разговаривать и интернет смотреть и по телефону разговаривать и телевизор у меня через него там и того подобное это все все и переделает мир а совсем не приказание свыше абсолютно согласен давайте мы сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу леона майнштейна голос здравого смысла телефон в студии по-прежнему 847 400 5200 если не возражаете ли он давайте примем звонки конечно добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте ли он еще серёжа скажите что вы скажете насчет решение под комитета разведки в сенате которым контролируют республиканцы они обилили нашего байдена вот вот на что на что сын трамп сказал о том что и был бы я вместо хантера меня уже давно бы посадили в тюрьму в тюрьму спасибо а ну я не согласен с постановкой вопроса дело в том что сенат не является прокурорской организации она является из скажем так одна из из ролей сената конгресса и того подобного наблюдения за тем как действуют чиновники как действует государство как действует члены семьи чиновников и тому подобное значит во первых мы с вами видели 60 страниц так называемого первичного доклада в во второй части которая более секретная мы с вами и не видели да она и не будет опубликована во вторых сенат никого не обелял это так представляет нью-йорк-таймс таким образом с большим заголовком они вышли заголовок такой сенат не смог доказать что семья значит взял я не помню точно было место что типа таскать деньги которые получала семья байдена оказали влияние на решение международных проблем то есть иными словами не нашли сенат не нашел прямой связи между там полтора миллиарда которые пришли из китая на счет младшего байдена хантера и двумя странными высказанными решениями по крайней мере двумя которые вызовут у китае его папы не нашли прямой связи значит у нас правда презумпция невиновности но вы не обратили внимание что там есть в сенатском вот этом самом докладе есть обращение генпрокурору то есть то самое что они должны были сделать они сказали вот что вы выяснили и мы считаем что там вполне возможно есть что-то что криминально и надо расследовать возьмите эти бумаги и те еще дополнительные которые мы не можем показать народу по целому ряду причин своим и займитесь криминальным расследованием вот вывод сената я не вижу в этом ничего то что то что мы не обнаружили что злючевский сидел и в бункере и говорил хантеру байдену на ухо я тебе дам миллион а ты за это конечно это не обнаружили в зато не обнаружили одну что-то поразительную вещь они обнаружили что батурина вдова лужкова по непонятной причине переслала хантеру байдену три с половиной миллиона долларов потом еще несколько раз переслала деньги на компанию которую совместно владеет он там и один его приятель значит лун с такой а который тоже был за злачевским с булистом замешан но в это же самое время параллельно проходили кое-какие перевозки проституток из восточной европы в америку на которые почему-то закрывались глаза и там есть обращение прокуратуру выяснить не было ли это значит не занималась ли батурина тем что она обеспечила проституток в европу и америку и не крышевал и и папа байден ребят там такое есть что назвать это обелением нельзя другое дело что выступил пропагандирующий свою свою собственную книжку сын траппа пришел хантеру сказал что если бы это был он то вся земля потряслась он имел ввиду что все газеты писали бы не то что газетами писали просто не слезала бы это за а вас сейчас газеты молчат они считают что лучше лукать чем допустить что было известно вот и все следующий звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день еще раз это мой вопрос был связан с вашим отношением к мечу маконнеллу и республикантам в финансе то такие честно говоря я в смятении уже не знаю даже как и относиться такими политическими кульбитами а объясните что вы имеете ввиду потому что ну сложная фигура как и все остальные какой конкретно кульбит или кульбита вас интересует ну а вы о нем говорили в начале вашей передачи а также его ну поймите мой меня такое сложное отношение то я его начинаю уважать за проявленную твердость какую-то не сгибаемость то действительно наблюдаем такое спасибо давайте не терять времени я постараюсь ответить значит меч маконнелл несмотря на то что зачастую является для нас с вами попутчиком он абсолютно то же самое болото как и все остальные значит занимающие должности свои там 10 20 30 40 лет демократы республиканцы чиновники и т.д. никакой разницы нету да единственное как бы еще раз он время от времени делает вещи которые мы бы хотели чтобы делались теперь еще раз я думаю что он также боится трампа как и боятся все остальные а он не настолько агрессивен своей ненависти как был маккейн который проделал последние там годы своей жизни просто вещи за которые можно зачеркнуть все остальное что я не знаю что положительное дело до того сел в тюрьме я знаю там разные слухи ходят по тому поводу как он сидел что он так как он себя вел и прочее не хочу в слухи лезть он себя под повел как подонок со своей первой женой но опять это его личное дело вот но то что он проделал последние там две-три вещи которые проделал перед смертью как то он нам сучил обама керр про то что он организовал всю эту грязь на трампа и передал ее фбр вот он личную свою ненависть или страх или что его таскать трамп сказал я я не люблю так делали тоже ошибки политические там какие угодно он сказал я я люблю тех героев которые действительно не дают себя поймать или садятся в тюрьмы что чушь конечно потому что искать извиняюсь любых героев можно поймать любые герои могут потерпеть крушение этого оказаться в тюрьме но из-за этого или это может быть из-за того что завидовал трампу страшной силой у него не получилось ничего с президентом утром никогда ничего не пытался вдруг вышел будь стал президентом да еще и успев по дороге нахамить его и оскорбив его самых его чувства но не смог побороть в себе этого ради страны то есть он он свою месть свою ненависть я про маккейна говорю поставил выше чем честь человека который много лет говорил что с этой оба бакер будет бороться а когда пришел момент вот вариант был ударить трампа в спину ножом или помочь стране ударил трампа так вот это маккона и проделал но тем не менее он не является мне фигурой которую я бы мечтал что мог отыскать там продолжала бы быть на своем месте и тому подобное я дурацкие слова я терплю его на кто и такое чтоб терпеть не терпеть я терплю просто потому что вот во главе там республиканцев в сенате они выбрали он помогает тем важным делам который я смотрите что делать вот такой же болото все остальные поэтому да я с вами согласен они очень многие как и ровни сын которого поехал в украину и делал там деньги потом в китае ездил там делал там деньги и того подобное и которые точно так же боятся как сын пелоси там ездил туда эти поймали сына байдена у всех остальных я думаю очень как сын керри очень 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 много чего там происходило чего бы они мечтали бы чтоб трамп ушел умер бы на месте никогда бы в жизни не перезвался и начали бояться что такого вставит свечку в то самое место следующий вопрос добрый день пожалуйста в эфире добрый день спасибо за интересные передачи у меня два вопроса мой первый вопрос вот мы горим дурам репорт дурам репорт почему бар не выдвигает никаких процессуальных действий со стороны прокуратуры на основании дурам репорт на основании допустим решения конгресса вот этой комитет и вот это как то почему не тянут время уже стало каких-то месяц его до выборов и второй вопрос у меня что слышно с этими репарациями говорили репарации черным репарации черными какой где в каком запрещении сейчас это все происходит калифорнии во всей стране спасибо чудные интересные вопросы давайте я вам про бар отвечу следующие знаете ли вы о том что во время рональда ригана была попытка снабжения сан-динистас минуя конгресс который запретил это дело снабжение деньгами и оружием значит делал я привяжу очень далеко ушел вы сейчас поймете почему делалось это значит центр центр из которого снабжались минуя конгресс был в штате алиса самая боже да марка откуда у нас клинтон а-а-а-а канзас а кандзас-дарстанк на нас и такое местечко называлась она значит мангло там был аэропорт в этом местечке мы было организован был лагерь тренировочный лагерь для сан-динистас и для с их инструкторами и там был аэропорт значит с которого возили минуя по приказу командующего значит не замечала наш наземное слежение не замечала что самолеты летали в сторону соединения сбрасывали там оружие но денег не надо было где-то доставать поначалу взяли некое количество денег там сейчас уже не помню у кого-то ли у ирана то ли в саудовцев у кого-то взяли деньги но они быстро кончились и поэтому кто-то очень умный в администрации регина придумала почему бы нам на сейчас мы возим туда оружие причем нам оттуда не возить что-то что можно было бы продавать и ничего лучше чем как наркотики они придумали в общем значит дело происходило следующим образом а вывозили наркотики из из значит азии привозили их сбрасывали прямо там на в менла аэропорт на бремящем полете там эти наркотики брали продавали а значит кроме того продавая наркотики других местах их забирали тоже самолетами и упакованные в огромных тюках деньги сбрасывали туда же на эти деньги покупали оружие этого парка значит в это время губернатором штата был как вы думаете кто да вы догадались клинтон как вы думаете кто ввел эту операцию от белого дома вы в жизни не догадаетесь его его бар так вот только не досказывайте мне что бар не в чем не замешан что он чистый что хороший что он не боится того что есть вот такое чего вскроется и что хорошо ему от этого не будет значит единственное что мы точно знаем о баре что он встретившись в последний раз с клинтоном пожал ему руку и сказал при людях если ты будешь тот демократ это республиканец если будешь баллотироваться в президенты рассчитывай на меня помогу чем могу в это время он был генеральным прокурором или сам генерального прокурора сейчас не помню точно ползом генерального прокурора и вел вот эту операцию так что не знаю я про бара господа перешли к следующему вопросу репарации а это зависит от того кто победит победят демократы будем платить белые будут платить специальный налог как мусульманских государствах есть ты мусульманин ты платишь там налог 10 процентов а если ты не мусульман твой столов на 10 процентов дороже 20 процентов когда евреи побежали из из в свое время из испании когда началась великая инквизиция туда переехала несколько пару сотен тысяч евреев из-за чего таскать турция например таскать там бум взлетела сразу же вверх а но единственное условие которое поставил в то время не знаю там турецкий падишах или как он назывался это что господа мы пустим вас всех на заднем условии вы платите дополнительный налог за то что вы не мусульмане евреи сказали окей спасите нас и мы будем платить то же самое у нас мы будем платить налог за то что мы не черные добрый день пожалуйста в эфире добрый день леон прошлый раз вы не ответили не на один мой конкретный вопрос продолжили свои рассказы по навального у меня помню еще пару конкретных вопросов видите как он тебя сам отравил или его отравили немцы чтобы убрать ценного агента москвы и также от англичане отравили скрипалей или пьяна на ваши вопросы не отвечаю значит первый вопрос ваш отравили его немцы или нет так немцы да а второй какой вопрос сказал путин кто отравил ли он путин отравил ли навальный себя сам как сказал путин или его отравили немцы чтобы убрать кремлевского агента останьтесь пожалуйста на линии потому что я очень звонят там через неделю через две и говорят вы не на один мой вопрос не ответили так вот значит отвечаю вам конкретно ваш вопрос нет значит навальный сам себя не травил нет немцы его не травили нет путин его не травил конкретный ответ никто навального не травил . устраивает конкретно ответил я знаю что вам не понравился ответ но я вам ответил я вам ответил нет ответили все спасибо до свидания вешать трубку вы меня противны нас остается три минуты времени я не знаю или примем звонок либо говорили вы расскажете довелось ли вам окей добрый день этот же гаврюк здравствуйте пожалуйста у вас работает радио учебные школьные курсы этнических исследований выключите радио калифорния окей значит насколько я понимаю где речь идет о новых новых карикулам в школах который законопроект который принят к рассмотрению в калифорнии о том что в этих уроках должна речь идти о том что евреи имеют привилегию но вот как как белая привилегия килиц горный принят ассамблей закон и b331 а я еще я не знаю уже подписан губернатором или нет не проверял две недели тому назад он принят был записаны лет не знаю но там черным по белому написано что а чит евреи прямо при рождении уже имеют привлекать это не не антисемитизм правда ведь абсолютно лет уж я с ними согласен конечно мы имеем привилегия ну и тогда уже несколько слов родители его в семье за редким исключением у нас любят друг друга у нас есть он мы начинаем учиться когда мы маленькие наши родители подталкивают вас конечно вас есть привилегия по сравните это 78 процентов черных рождается без отцов мать алкоголичка или наркоманка никто в доме не учится к ворове ты все братья взят по тюрьмам ну конечно у вас есть привилегий добрый день пожалуйста в эфире слушаем вас это тоже вопрос которым я задавался приблизительно 89 год значит мы с младшей дочерью который в это время там всем по моему не ошибаюсь я ее привожу москве на красную площадь за ручку мы идем я объясняю что вот здесь там дедушка ленин другими словами кто такой я объясняю а вот хороший человек я говорю этому ребенку там наверно рада там всякую фигню рассказываю ну я думаю что он не совсем хороший она ведь плохой если не похоронили значит плохой хороший то есть конечно это идет в разрез еврейской традиции понятно что но в случае если бы это была суббота то на один день отложили бы в общем ну очевидно так они чтут еврейские традиции может быть поэтому и раввин раввинша которая выступала наверняка из реформистской синагоги потому что не может быть в традиционной синагоге в консервативной женщины раввином наверное вот настолько она еврейка я так думаю поэтому и нет конечно это все полный полное отрицание еврейских правил и конскости на бога реформистские ты извиняешь либо ты веришь в бога тогда вот бог дал 10 заповедей так и живи и вот бог дал торгуешь ты говорю о всем остальном и вот как наши отцы дали толкование а если ты говоришь я верю в это вот как я ем так сказать я не ем свинину какой-то еврей черты бабушки в этом смысле ну и что что не ем свинину ну и что что там таскать это я работаю по субботам я легко сажусь машину куда-то еду если я действительно верю то я не буду всего этого делать потому что я верю если я не верю а выбираю себе вот это вот для того чтобы красоваться перед друзьями я так не буду этого делать ну тогда окей ты не еврей ты просто так еще один вопрос у меня был как бы возник вдруг неожиданно наверное все таки ее не похоронили в золотом гробу как флойда потому что вот не могут ей простить все золото ушло на флойда что золото наш радиослушатель фейсб в ютюбе пишет да конечно привилегия еврейская 6 миллионов в печах сожгли да конечно конечно да ну и о том же самом а вы знаете интересно что все время о нас и евреях рассказывают что мы миром управляем и дергают дергаем за все ниточки и при этом по вам больше всего погибает на душу населения евреев но неважно мы просто любим сами а вот мы унцер офицерская вдова которая любит сама себя сечь ли он будем прощаться в поем кипур наступает мы с вами не встретимся до ем кипур поэтому хорошие вам записи в книгу жизни да хотя матума то в вагмар хотя матова тем кто понимает что я сказал тем кто нет хорошим вам подписи и хорошего вам кода